Международное информационное агентство и радио «Спутник» в год 80-летия освобождения Беларуси представил в городе Бресте фотовыставку «Освобождение. Путь к победе». За каждым домом, за каждым селом истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На представленных кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами с Авинформбюро, которая была создана в первые дни войны, остались запечатлены их лица. Под обстрелами и бомбежками, рискуя собственной жизнью, они снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, чтобы сегодня каждый из нас мог увидеть эти моменты их глазами. Медиагруппа «Россия сегодня» является наследником Авинформбюро, которое было создано в июне 1941 года. И обладает уникальным архивом, единственным, наверное, послевоенного архива, который остался в наследии Советского Союза, который находится сегодня в Подольске, который фактически объединяет все уникальные фотофакты. Мы даже не называем эти замечательные фотографии и изображениями, это именно фотофакты, которые, по сути, рассказывают нам с вами об истории Великой Отечественной войны. В рамках именно этого проекта, с одной стороны, исследовательского, с другой стороны, направленного, конечно же, на популяризацию и на дань памяти 80-летия освобождения Беларуси, мы хотели в первую очередь показать простых людей, тех людей, которые каждый день жили, любили, умирали, сражались за свою страну, за свою землю. И освобождение, которое сюда приходит в июле 1944 года, фактически было долгожданным и выстраданным, потому что как раз Беларусь с первого дня Великой Отечественной войны и до вот этих событий, в июле 1944 года, была, наверное, в наиболее жёстком и наиболее долгом периоде оккупации как раз со стороны фашистов. В проекте большое внимание уделено вкладу участников партизанского движения в освобождении Беларуси. На большинстве фотоснимков можно увидеть портреты партизан, нахождение отряда в белорусских лесах на боевом задании, выдвижение на новую позицию и многое другое. У каждого был свой взгляд на события, но одно объединяло всех – это борьба за свободу и независимость нашей страны. Именно их вклад в нашу общую победу, он по-прежнему очень актуален. Их вклад в нашу общую победу заслуживает внимания, заслуживает почести. И самое главное, об этом должны знать молодые ребята, которые приходят сюда в героическую цитадель. Главным героем каждой из тысячи военных фотографий был народ, несший на своих плечах тяжкое время войны и в этой войне победивший.